Всем огромный привет моим подписчикам, тем людям, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня я рада приветствовать еще и в новой своей рубрике, фитнес-дневнике. Я давно уже рассказывала о том, что я планирую такую рубрику открывать на своем канале, в связи с тем, что я начала заниматься спортом, начала правильно питаться. И в этой рубрике я хотела бы с вами делиться какими-то своими мыслями, какими-то своими успехами в правильном питании, в здоровом образе жизни, в тренировках. То есть выделить все, что связано с моим вот таким вот новым образом жизни в отдельную рубрику, где мы с вами будем обсуждать все это, делиться какими-то идеями, делиться мыслями, спорить. И все это я решила вывести в отдельную вот такую вот рубрику. Давно уже говорила. И на самом деле это не первый раз, когда я пытаюсь снять первое видео из этой рубрики. Но, честно говоря, с течением времени мне все тяжелее и тяжелее начать разговор. Но тянуть уже дальше некуда, мне нужно уже начать. Но на самом деле, чем больше проходит времени, тем больше у меня информации, тем больше я хочу вам рассказать. И это все не уместить в те видео, которые изначально я планировала. Я уже вот расписала все, что могла в свою тетрадку. Я уже делю просто вот по микрокусочкам каким-то информацией, чтобы все это донести. Не знаю, что из этого получится, но надеюсь, и это видео будет для вас полезным, и вам понравится новая рубрика. Все, сегодня я приступаю уже к теме. Собственно, сегодня будет введение. Почему я решила правильно питаться, ходить на фитнес, что меня сподвигло, собственно, как я к этому пришла. Давайте начнем с моих начальных данных. Я уже говорила, что мне 21 год, мне будет 22 только. Вес мой был на начало всего вот этого вот около 55 килограмм. Обычно у меня вес, на самом деле, около 53 был. Тут уже как бы после зимы, после, скажем так, каких-то таких вещей, как учеба, как защита курсовой, ну, чуть-чуть вот там 2 килограмма. 55 был мой вес с ростом 168. Ну, не все так критично, нормально. И фигура, в принципе, у меня нормальная. Вот, я уже говорила о всем своем опыте жизненном в плане похудения. Делилась с вами, обязательно прикреплю здесь ссылку. Также рассказывала вам о каких-то своих секретах. Например, о том, что я пью много воды. То есть, мне повезло в этом плане, что какие-то моменты здорового образа жизни мне не приходилось с нуля прививать. Такие, как, например, любовь к воде. А это у меня было. Но все-таки какие у меня самые основные были проблемы? То, что у меня сидячая работа, и я учусь. То есть, у меня достаточно нервная сидячая все-таки работа. Я бухгалтер, я постоянно сижу на попе ровно. И что-то, когда делаю, когда считаю, когда подготавливаю отчеты, я нервничаю и начинает все заедать. То есть, какие-то там шоколадки, булочки, печенюшки, все вот это идет в ход. Далее, учеба. Естественно, скажем так, у меня график не очень нормальный. Я после работы сразу еду на учебу. У меня нет каких-то вот моментов иногда, когда я могу нормально перекусить. Естественно, я перехватываю тоже какими-то там булочками, печеньками. Чем-то вот таким вот поздно возвращаюсь с учебы. Ну и все это меня приводит к тому, что я уставшая, я постоянно неправильно питаюсь. И я постоянно везде сижу. Собственно, вот все эти три пункта, они негативно влияют на меня, на мою фигуру, на мое здоровье. Следующий пункт это отсутствие нормальной физической активности. Все-таки я, несмотря на то, что делаю зарядку по утрам, такую определенную, сейчас я ее изменила немного под свои нужды, адаптировала. В любом случае нет у меня такой нормальной, адекватной физической активности там несколько раз в неделю. Только вот эта зарядка и все. Также, как я уже говорила, в связи с таким достаточно не очень здоровым образом жизни, с работы, с учебой у меня, естественно, и неправильное питание. То есть это большое количество углеводов, какой-то жирной пищи, еще есть на ночь. И все это как-то, собственно, этот прекрасный, правильный, в кавычках, образ жизни, питание, все это очень быстро привело меня в негодность, что можно, ну, можно так назвать. Потому что вы уже знаете, я говорила все на канале, я говорила, по-моему, во влогах, что я очень сильно болела этой зимой. Я чем только не переболела этой зимой, простудными заболеваниями, это было ужасно. Мне сказали, что иммунитета у меня практически нет. Собственно, я с врачами была согласна, действительно, у меня не было ни иммунитета, ни какой-то устойчивости к заболеваниям. Вообще, как-то организм мой отчаялся, решил как бы не мучиться дальше и все. Что хочется еще отметить, что меня конкретно так напрягало. У меня есть определенные, например, проблемы со спиной. Это не может никого радовать, потому что здоровье спины, это, в принципе, очень такая большая часть общего уровня здоровья, общего уровня жизни человека. И надо за спиной следить, надо следить за осанкой, кстати говоря, да, осанка. У меня все-таки в связи вот с этим вот-вот образом жизни, с сидением постоянным, у меня вечно плечи опущены, вечно у меня как-то вся спина согнувшись, вот, вследствие чего она еще и болит тоже к вечеру. И, ну, красивая осанка для девушки это важно. У меня, я уже чувствовать начала, что моя осанка прекрасная, меня покидает. Я уже вот не красивая девушка с гордой осанкой к вечеру бываю, а вот такая вот сгорбившаяся непонятно кто, какое-то существо, которое ползет быстрее до того, чтобы там завалиться и уснуть. Также, если говорить о планах на будущее, то я как девушка, мне хоть и 21 год всего лишь, но я понимаю прекрасно, что в таких долгоидущих, долгоиграющих планах я планирую стать матерью. И для того, чтобы все-таки это счастливое событие в моей жизни произошло, необходимо все-таки подойти к возрасту деторождения в нормальном состоянии, с нормальным здоровьем, с нормальным иммунитетом, с нормальной осанкой, с нормальным мышечным каркасом, то есть способной на то, чтобы родить здорового ребенка. Я достаточно критично в этот момент отнеслась к себе и поняла, что если я сейчас уже как-то так еле ползаю... Самый такой еще пункт, естественно, для девочки это фигура. В любом случае фигура у меня достаточно женственная, у меня все-таки песочные часы, может быть груша, что-то между грушей и песочными часами, потому что, в принципе, у меня жир весь откладывается в бедра, но при этом мои бедра по сравнению с моими плечами, они не выглядят какими-то там дико большими, то есть, в принципе, у меня более или менее равный верх и низ издалека. Если подойти ближе, приглядеться, понятно будет, что у меня такие очень-очень плотный низ и достаточно такой очень худенький-худенький верх. Меня это не устраивает, меня не устраивает и мой вот такой вот полудохленький, очень-очень худой верх. И также меня не устраивает, естественно, тяжелый достаточно низ. Все-таки не устраивает то, что у меня достаточно такие округлые женственные бедра. Хотелось бы мне накачать попу, как и всем, наверное, девочкам, такой мейнстрим определенный. Вот все те пункты, которые меня заставили, наверное, вот так вот по чуть-чуть, по чуть-чуть прийти к тому, что надо что-то делать. А что делать? И в этот момент мне моя близкая лучшая подруга сказала, что Маше хватит сидеть, давай пойдем со мной в фитнес. Я уже там хожу какое-то время, фитнес мне нравится, давай в зал со мной. И как-то вот этот момент, что подруга уже ходит, и я пойду не к, скажем, не в какое-то незнакомое место, она уже туда ходит, там же есть кто-то мой знакомый. Вот этот момент тоже, наверное, психологически важен. И, возможно, если вам не пойти одной на фитнес, возможно, ваша друг-подруга вас замотивирует, или вы замотивируете свою подружку, возьмете ее под руку, вы вместе пойдете в фитнес, будете заниматься вместе. То есть вот этот вот пункт я бы тоже, наверное, в мотивацию закинула, потому что все-таки иногда страшно сделать первый шаг, иногда страшно пойти в какое-то незнакомое место, страшно прийти в зал, реально очень страшно, потому что ничего не знаешь. Страшно, в принципе, куда-то прийти первый раз, потому что там будет много людей, они все уже занимаются, они все мастера спорта, они все там. Ну вот такое ощущение реально на самом деле первые разы, что все все умеют, а я один идиот. Особенно вот на какие-то групповые занятия приходишь, они все друг друга поименно знают. Вот как у меня было на йоге, уже тренер знает всех поименно, тебя он сразу вычислил, потому что ты самая неуклюжая, такая каракатица в самом конце зала, еще и опоздала. И также еще все все вот просто идеально делают, а ты реально там даже не можешь элементарных вещей каких-то сделать, потому что, ну, ты не тянешься, ты где-то деревянный, где-то ты вообще никогда так не делал. И не представляешь, что можно было вот так вот ногу закинуть, а она, оказывается, закидывается. И как-то вот, в принципе, страшно вот это первое время адаптироваться надо к этой вот новой обстановке. И если у вас будет, допустим, хоть какая-то поддержка в лице друга, подруги, почему бы и нет, вы попадаете в новую среду. У вас появляются новые интересы. Спорт, правильное питание я бы выделяла как отдельно группу интересов, потому что это реально сейчас вот на какой-то такой волне. И вы найдете много единомышленников, вы в зале найдете много единомышленников, людей, которые вам могут посоветовать. Даже ваш тренер, он вам объяснит, расскажет, что как, в какую сторону двигаться, что правильно, что неправильно, по его мнению. Также вы будете читать кучу литературы на тему спорта, правильного питания, на тему йоги, какие асаны для чего нужны, если вы будете этим заниматься. Это реально как-то подоражит вас. То есть у меня, допустим, как произошло, я сразу же пришла, поняла, что... Мне сразу на первой же тренировке тренер объяснила, что правильное питание – это важно. Спорт – это важный спорт, он очень вот так вот плотно сидит с правильным питанием. И питание – это 70% успеха, тренировки – это 30% успеха. Я почитала еще на эту тему, поняла, что, ну, наверное, с таким количеством аргументов сложно спорить. Отдельно правильное питание мы с вами поговорим в следующих сериях, но... Если говорить именно вот так глобально, то я это поняла все сразу, поняла, что если я хочу добиться успеха, если я хочу откорректировать свою фигуру, добиться физической выносливости, физического здоровья и развиться, то вот, все, это в будущем будет очень большая часть моей жизни. Я сразу нашла какие-то группы, я сразу нашла единомышленников, всяких блогеров, фудблогеров, блогеров, которые на ПП, на ЗОЖ, то есть по этим хэштегам, типа, худеем правильно, ЗОЖ, ПП, ПП еда, ППшка и все остальное, вот все вот эти хэштеги прекрасные, которые вы видите у меня в Инстаграме, кстати говоря, кто еще не подписан на меня в Инстаграме, и кто хочет видеть в своей инсталенте не только косметику, но и огромное количество всяческой правильной еды, то you are welcome, подписывайтесь, все это меня как-то вот так вот оживило и принесло что-то новое в моей жизни. Следующий аспект это новые знакомства, новый круг общения, и на самом деле вот он и вот этих вот блогеров подтягивает, то, что мы начали с девочками общаться, я у них интересуюсь, они у меня что-то спрашивают, где достать те или иные продукты, как вы это готовите. Что еще хочется отметить, что какие плюсы я для себя нашла? Ну, прежде всего, это как бы в принципе зал, он улучшает настроение, улучшает состояние, то есть это известный факт, что физическая активность, она также провоцирует на гормоны счастья наш организм. Люди, которые занимаются спортом, они счастливее, у них более насыщенная жизнь, они больше, скажем так, радуются и чувствуют себя лучше, меньше, они склонны к депрессиям, потому что у них как бы, когда депрессовать, надо в зал бежать. Ну, очень распространенный факт, и я на себе почувствовала, что действительно мне как-то стало полегче жить, мне не в лом пробегаться 10 минут от остановки автобуса до работы. Я реально за это время, за эти как бы 10 минут как-то проветриваюсь, иду с позитивом на работу, не так, лишь бы дотащить свое несчастное тельце, и положить его в свое кресло, чтобы оно там лежало, а в 6 часов мы потащим тело обратно. У меня такого сейчас нет, то есть я на позитиве хожу на работу. Естественно, бывает, мне как-то я дико устаю, но тоже мотивация такая определенная. Вы пришли с работы, и, господи, как бы тут не сдохнуть. Но, блин, а у меня же зал, у меня же тренер ждет, надо бежать. И как-то вот поднимаешься и бежишь. И потом, почему бы и нет, чувствуешь себя уже хорошо после зала. Я реально иногда вот в пятницу в особенности у меня все уезжают, и я после зала прибегаю домой, это уже часов 11, я начинаю все делать, делать, делать. Я успеваю за это время смонтировать что-то. Я, получается, что у меня там была тяжелая тренировка на ноги, и реально вот после нее иногда хочется, там, выходя из зала, думаешь, дойдешь туда дома сегодня или нет. Но вот, видимо, этот выброс какого-то позитива, каких-то вот таких вот самых нужных веществ в мою кровь. И что еще для меня какой-то такой плюс? Это то, что реально меня разгружает зал. Мой мозг как-то серьезно разгружает зал. Может быть, это в связи с тем, что смена активности – это тоже отдых. Точнее, это есть отдых. Наверное, очень много сейчас наговорила, и все равно получилась эта серия самбурная. Надеюсь, дальше мой фитнес-дневник будет как-то структурироваться. Ваши запросы появятся. Очень хочу от вас какой-то вот отдачи. запросов, вопросов, какие темы вас интересуют, что конкретно вы хотите в этой рубрике, чтобы как-то сориентироваться. Потому что, в принципе, на первое время есть информация. Дальше поговорим с вами о правильном питании, о том, как себя замотивировать на правильное питание. Я очень считаю важно говорить о мотивации, потому что, если человек не поймет, зачем ему это нужно, не поймут все плюсы и минусы, то шансов, что он что-то будет делать и пойдет в зал, допустим, или начнет правильно питаться, очень мало. То есть только тогда, когда ты приходишь к этому осознанно, когда ты понимаешь все плюсы и минусы, за и против, и зачем тебе это надо, только в этом случае есть шанс, что ты начнешь правильно питаться, ходить в зал, и все это с тобой останется на очень долгое время и навсегда. Если видео, фитнес-дневник вам понравилось, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Также пишите, пожалуйста, в комментариях, хотите ли вы эту рубрику, нравится ли вам, что она открыта, какие вопросы, запросы, какие у вас интересующие темы есть. Все это пишите, пожалуйста, в комментариях. И все, всех вас люблю, целую, и до следующих видео!